Министерство юстиции с самого начала подало несколько международных исков против Украины, против России, в Европейский суд по правам человека. Более того, до начала аннексии Крыма было вынесено уже первое решение, так называемое Interred Majors по правилам 39, которое обязало Россию и Украину удержаться действия, которые могут нарушать конвенцию. Россия не выполнит это решение, поэтому у нас перспектива в этой международной инстанции, если мы грамотно, юридически не сделаем ошибок и будем защищать интересы правильно, очень позитивно, потому что Россия уже не выполнила решение, которое было выдано Российской Федерации. Международные судебные органы, они не работают быстро. Но мы обязаны это делать, и я думаю, что это будет эффективным, положительным решением. Мы прекрасно понимаем, что агрессора кто-то должен останавливать. И сегодня наша международная деятельность, которая делает очень многие политики, даже в том числе господин Лиценюк, который сегодня встречается и общается с международными партнерами, мы создаем армию, коалицию против России. Сегодня эффективный механизм – это международное объединение, где мы всем миром вводим санкции, ограничения, когда мы привлекаем в уголовных международных судах политиков. Вот этого они боятся. И это путь деэскалации, и это путь непродолжения аннексии. Потому что я уверен, что в голове командиров войск Российской Федерации не стоит вопрос остановки на Донбассе или Крыме. Их задача – уйти более глубоко до полного уничтожения нашей страны. Мы сегодня патриотически должны защищать интересы наших детей, интересы нашей семьи и интересы своего государства.